Никита, с первым матчем, с первыми наберными очками. Расскажи, как это было, какие впечатляют игры? Впечатления положительные. Во-первых, что команда выиграла, придает свои эмоции. Ну и очки тоже хорошо. Чувствовала, что не хватает маленькой игровой практики. Давно не играл. Ну ничего, ребята помогают. Вкатился, ничего. Какие моменты были самые непростые сегодня для тебя? Были какие-то вот такие эпизоды? Да, наверное, во втором периоде, когда Женя поехал меняться и кричал мне «меняйся». Я играл полторы минуты. Было так тяжело. А что мешало меняться, кстати? А я его прослушал. Мне сказал «меняйся», а я в другую сторону. В общем, так получилось. Это ли одно из отличий того хоккея от нашего российского? Можно еще раз вопрос. Вот то, что, допустим, где-то перегревает смены получается, размеры площадки. Что-то еще отличается? Да, в принципе, кроме площадки ничего не отличается. Также там можно переиграть или здесь. Не важно, это же хоккей. Так что все то же самое. Ну вот вы сейчас ощутили вместе с командой арена Омск, атмосфера, своя лавка. Окунулись в те времена, когда здесь были? Наверное, первый период я просто сидел как в тумане. Ну я просто даже не слышал, что ребята говорят на лавке. Только знал, когда мне нужно меняться. Так по сторонам смотрел. И когда была какая-то рекламная пауза, я катался тоже так по сторонам смотрел. Маленько, как замерзший какой-то. Так что все хорошо. Как послепобедная традиция? Интересно. Я спрашивал, а что мы здесь стоим, что мы будем делать. Сейчас барабан, сейчас руки. Я говорю еще раз. Ну вот так, вот так. Да классно, весело. Это же, во-первых, все для болельщиков делается, для фанатов. Так что всем весело. Впереди Магнитка, потом Салават, Трактор, Сибирь, все команды играющие. Как считаешь, как вот надо готовиться сейчас? Что основное? Ну я честно не знаю, как они играют, потому что я не видел. Я думаю, нужно просто настраиваться на хорошую боевую игру. Во-первых, Магнитка выиграл прошлый чемпионат. Чемпионы нужно просто настраиваться на борьбу, на жесткую. Все.